Доллар и евро сегодня обновили февральский максимум. На волне повышения иностранных валют поставщики продовольствия уведомили крупнейших ритейлеров страны об увеличении отпускных цен в среднем на 10%. При этом в региональном управлении антимонопольной службы заверяют, что это никак не должно отразиться на перечне социально значимых продуктов. В перечень этих продуктов не входят какие-то дорогие импортные продукты, как например сырых, ОМОН, пресловутые и так далее, которые вы перечислили. Те продукты, которые мы мониторим, они производятся на территории Российской Федерации. Повышение стоимости доллара по отношению к рублю тут никак не может сыграть никакую роль. Уже на следующей неделе представители крупнейших торговых сетей региона и сотрудники УФАС вновь сядут за круглый стол, где обсудят текущую ситуацию на рынке продовольственных товаров и выработают стратегию сдерживания цен. Как это было сделано в конце прошлого года? Крупные наши сети, они заключили соглашение, в том числе с пермским антимонопольным управлением, о том, что они на некий перечень социально значимых продуктов не будут повышать цены. Может быть тут будет какое-то повышение за счет более дорогих премиальных ассортиментов товаров. Но вот на самые необходимые и значимые продукты цены будут держаться. При этом Росстат фиксирует общее повышение индекса потребительских цен. В июле он поднялся почти на процент с начала года на 10. Поэтому если вы увидели увеличившийся вдвое ценник на любимый сыр или виноград, то по большому счету с этим ничего не поделаешь. Если же резко подскочила цена на хлеб, молоко, мясо птицы или иной социально значимый продукт, смело обращайтесь в антимонопольную службу. Ритис Бараускас, Тимофей Салов, телекомпания «Ветта».